День с толком Не пускали родных, морили голодом и выносили тела пенсионеров. Хозяйка скандально известного интерната в Рубцовске отправится в холонию. Устранить пробелы жителям Алтайского края станет проще получать налоговый вычет за посещение фитнес-центров. Итак, воспитатель детского туберкулезного санатория Барнаула стала фигурантом уголовного дела. Следователи возбудили его по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Напомню, накануне в сети появилось видео, снятое в феврале этого года, на котором воспитатель жестоко обращается с девочкой из детского дома. Одним из сотрудников детского туберкулезного санатория города Барнаула, в чьи обязанности входило воспитание несовершеннолетних, находившихся на санаторно-курортном лечении, было допущено жестокое обращение с пятилетней девочкой. Ребенок является воспитанником одного из центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. И с января по март этого года девочка проходила лечение в медицинском учреждении. На данный момент прокуратура и следственный комитет проводят проверки. Также правоохранители выясняют обстоятельства другого инцидента, который мог произойти в этом же санатории. Накануне жительница края пожаловалась на то, что после лечения в туберкулезном санатории ее сын начал терять зрение. Якобы его избивали другие дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А это уже другая, но не менее резонансная история, в которой наказание все же настигла виновника. Хозяйка интерната в Рубцовске получила срок за то, что в ее учреждении пожилых людей морили голодом, держали в антисанитарии и запрещали им общаться с родственниками. Подробнее расскажет Юлия Щепина. Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Не пускали родных, морили голодом и держали в антисанитарии. Такие воспоминания остались у постояльцев приюта для престарелых в Рубцовске. Напомним, эта история прогремела два года назад. Как утверждают местные жители и сами старики, каждую неделю в интернат приезжал катафалк. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить. У них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, полморозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Обвиняемых было трое. Их заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Однако в Рубцовском городском суде их оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления. После общественного резонанса лояльным приговором заинтересовался Александр Бастрыкин. 13 октября 2022 года он был отменен. 10 сентября 2024 года в отношении трех предпринимательниц вынесли другой приговор. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что 59-летняя осужденная организовала частный дом престарелых в 2017 году. В приюте не было достаточного количества продуктов, лекарств. За лежачими больными должным образом не ухаживали, у некоторых не было постельного белья. В здании были нарушены требования пожарной безопасности. В избежание ответственности женщина привлекла к своей деятельности двух знакомых, которые в 2019 и 2021 годах по очереди переоформляли на себя бизнес. Но условия проживания не менялись. Основательницы преступной деятельности наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ее взяли под стражу в зале суда. Двум другим соучастницам назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 года и 6 месяцев со штрафом 100 тысяч рублей каждой. Кроме того, всем женщинам запретили заниматься этой деятельностью на срок от двух лет шести месяцев до трех лет. Добавим, все выжившие пенсионеры находятся в других государственных специализированных центрах, а основательнице приюта придется привыкать к другим условиям проживания. И даже эти условия за решеткой будут куда более комфортными, чем те, которые хозяйка интерната создавала старикам. Юлия Щепина. День с толком. К другим темам. Дачный сезон подходит к концу. Уже буквально через несколько недель садоводческие товарищества Барнаула опустеют. Вот только зимовать там останутся сотни брошенных кошек и собак, которые теперь стали ненужными. Мария Костылева продолжит тему. Дачный сезон почти закончен. Садоводы потихоньку собирают урожаи, расчищают свои участки и оставляют на улице животных, которые летом охраняли их жилье и ловили мышей. С этой проблемой ежегодно сталкиваются зоозащитники, на плечи которых ложится груз бывших хозяев. Каждый раз наступление сентября и октября – это для нас просто триггер самый настоящий. Мы усиленно к этому готовимся, потому что животных оставят процентов 80, точно оставят. И кто-то специально, кто-то просто искать даже их не будет. Тут надо с людьми проводить беседы, я не знаю, на уровне, может быть, школы начинать. Я не знаю, как быть вообще. Но мы захлебываемся. Пока волонтеры захлебываются и пытаются пристроить четвероногих, на подмогу приходят неравнодушные. В прошлом году сторож одного из садоводств помог выжить почти двум десяткам маленьких хвостиков, которых бросили зимовать на даче. Всю зиму они жили вот в этой вот будке на шесть квартир. Они по несколько штук туда собираются для тепла. В общем-то, ни одна кошка в этом году не замерзла. Хотя раньше были, года три назад, но это кошки приходят, которые уже обессиленные. Пенсионерки, чье сердце разрывается от чужой халатности, 72 года. Женщина работает местным сторожем почти 10 лет. Говорит, бродягам, которые выросли на улице, чуть проще. Они не привыкли к человеку. Вот домашних жалко. Они приходят ни к чему не приспособленные, как побитые. И поэтому над ними больше. Дальше проходит какое-то время. Их раз напугали, второй раз напугали. И они дичают. За 15 дачных сезонов Елена может вспомнить немало историй. Особенно берут маленьких собачек, берут взрослых для охраны. Не знаю, что тут охранять, конечно. Берут, многие выезжают с детьми на сезон, на летний. Именно сюда для отдыха берут им, для игры, не знаю, для развлечения щенков. И потом так же, как игрушку бросают. Зоозащитники уверены, выход есть. И людям стоит задуматься. Ужесточать закон именно о содержании животных. Если животное не стерилизовано, то уже какой-то штраф накладывать. Потому что вот эти коробки, которые мы собираем с утра до ночи, это же все плоды плодильщиков и разводник, которые против того, чтобы вмешиваться в природу. Неравнодушные обращаются к садоводам с просьбой не бросать кошек и собак на дачи. Ведь у многих животных нет шансов выжить зимой. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульские власти и Алтайский завод агрегатов, по всей видимости, нашли компромисс по решению вопроса выхода грунтовых вод в микрорайоне Малой Пруцкой. Очередное заседание рабочей группы состоялось сегодня. Напомним, в этом году объявлен уже четвертый по счету конкурс с целью заключить контракт на услугу. Оказать ее может только завод агрегатов. Раньше за воду платили из казны по 6 миллионов в год, вне зависимости от объема работы. В новом контракте, как требует закон, прописали оплату за кубометры. Стоимость контракта выросла в два раза. На совещании обсудили доработки проекта техзадания для выполнения работ. А по словам гендиректора завода, предприятие приступает к работе по приобретению и установке приборов учета на насосной станции и готово будет принять участие в конкурсных процедурах. Между тем, специалисты продолжают мониторить уровень грунтовых вод на территории микрорайона. Обследовали порядка 300 жилых домов. Среди них выявили наличие воды в погребных приямках подпольных помещений в 41 жилом доме. В 67 подпольных помещениях зафиксировали увлажненный грунт. Власти держат ситуацию на контроле. Какие дворы ждет ремонт в будущем году? В Барнауле отбирают заявки на благоустройство дворовых территорий. Их поступило уже более сотни. Больше всего от жителей индустриального района – 31 заявка, меньше всего от центрального – 6. Рассматривает их комиссия из представителей администрации районов города, комитета ЖКХ, Народного фронта, депутатов, общественности и экспертов в сфере архитектуры и благоустройства. Каждый проект рассматривает индивидуально. По количеству полученных баллов комиссия сформирует список дворов, которые и будут благоустраивать в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды. Нехватка кадров, рост налога на имущество, а также высокая стоимость займов – основные проблемы предпринимательского сообщества края. Тем не менее, в регионе за последние пару лет фиксируют рост числа тех, кто ведет свой бизнес. Об этом сообщил новый руководитель управления предпринимательства региона Антон Слободчиков. Сегодня он впервые в новой должности пообщался с журналистами. Тех, кто уходит из найма в бизнес, становится все больше. Если в 2022 году в предпринимательском сообществе края насчитывало 71 тысяча человек, то сейчас уже почти 76 тысяч. Торговля, строительство, производство и переработка – основные сферы бизнеса в регионе. Проблем у предпринимателей достаточно. Растущие налоги, дорогие займы, нехватка кадров. Плюс в этом году завершается нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Правда, уже есть новый. Его структура будет представлена где-то в октябре-ноябре этого года. Мы, конечно, будем об этом рассказывать, будем доводить, какие возможности у нас появляются. Завершается и региональная программа социально-экономического развития края. Есть планы по продлению программы. Мы в этот бюджет уже включились, и порядка полутора миллиардов планируется на эту форму поддержки на ближайшие периоды еще. Имеются в виду субсидии для предпринимателей. Мера поддержки, которая продолжительное время популярна в бизнес-среде. Конкурс только завершился. Мы месяц давали на то, чтобы предприниматели могли подать заявки. В этом году 353 миллиона направлено будет на субсидирование части затрат. Это затраты, произведенные предпринимателями как в прошлом году, так и в этом. Они могут воспользоваться этой поддержкой в лимите до 5 миллионов рублей по договору на покупку оборудования. И до 10 миллионов, если эта покупка произведена при помощи договоров лизинга. Хорошая возможность для реализации планов бизнесменов региона технопарки. Как известно, резиденты получают налоговые льготы, сниженную арендную ставку, возможность пользоваться оборудованием и инфраструктурой. Один технопарк у нас уже есть в Рубцовске. Значимым событием для предпринимателей станет открытие в этом году еще двух. Это компонент в Барнауле на 5,5 тысяч квадратов, который ориентирован на сельхозмашиностроение. И Алтай-Биотех в Бийске на 8 тысяч квадратов, где будут заниматься импортозамещением лекарственных средств и БАДов. Антон Слабочиков добавил, что растущие налоги и высокая стоимость займов для бизнесменов, конечно, не проходят бесследно. Но предприниматели, благодаря своей гибкости, адаптируются и к этому. Если выжили в ковид, то смогут и сейчас. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Спорт может быть полезен и вашему кошельку получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги станет проще. Алтайский край в этой сфере столкнулся с двумя проблемами. Лишь небольшой процент людей оформляют налоговый вычет за спорт. И второй момент – фитнес-центры не стремятся попасть в список, который позволяет жителям получать выплаты за оказанные услуги. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Два года назад любителям спорта сообщили, что за их тренировки можно получить налоговый вычет. С первых слов звучит все довольно-таки неплохо. Однако многие столкнулись с одной, но очень явной проблемой – оформление вычета. Это сбор необходимых документов, заполнение заявлений на госуслугах. Как итог, уходило много времени, финансов и пару нервных клеток. Теперь же все будет проще. Мы просто-напросто в том учреждении, где получаем соответствующую услугу, можем сделать заявление. И уже сама спортивно-оздоровительная организация, где мы занимались, она подает по утвержденной форме в электронном виде соответствующее заявление в налоговый орган о предоставлении вычета. И налоговый орган уже нам в личный кабинет налогоплательщика, что важно, здесь именно в личный кабинет налогоплательщика выгружает предварительно заполненное уже заявление за нас. И нам нужно только его утвердить. Такая схема о получении налогового вычета будет действовать с 2025 года. Тем самым получить выплату будет намного проще. Возможно, одна проблема решена. Осталось выяснить, почему наши спортивные организации не рвутся попасть в список тех, чьи клиенты могут воспользоваться таким бонусом. Таких в краевой столице всего 28. Но, несмотря на это, спорт все равно набирает обороты. За последние 4 года в городе Барнули было 29 видов спорта. Сейчас развивается в учреждениях муниципальных 33 видов спорта. Последние виды спорта, которые мы ввели, это вольная борьба, лыжные гонки, самбо. Отметим, что с этого года в список спортивных организаций, чьи клиенты могут оформить налоговый вычет за спорт, вошло чуть больше 4000 организаций по всей России. Сейчас будет прорабатываться вопрос, чтобы алтайские центры спорта также были в этом списке. Решив эти две проблемы, налоговый вычет за спорт будет актуален и в нашем регионе. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. От перемены слагаемых иногда сумма меняется. Пример тому завод «Заренский», который смог увеличить выработку полуфабриката с помощью банальных изменений. Подробнее в материале Данила Кузнецова. Ну, наверное, подумал, что это текстильная группа, текстильная обработка. На самом деле это кожа, в том числе, которая могла быть произведена в полуфабрикатном исполнении здесь у нас. Эти образцы приехали из Рязани. Именно там им задали структуру и покрасили в необходимый цвет. Однако свой путь многие из этих экземпляров начинали именно на Заренском заводе «Русская кожа», где производят полуфабрикаты из натурального материала. Все верно. Когда-то кожа для вашей сумочки или ремня имела голубой оттенок. Она такой становится в результате хромового дубления. Процесс это не самый быстрый. Поэтому, когда встал вопрос об улучшении показателей по нацпроекту «Производительность труда», решили менять не формулу, а подход к делу. Другая интересная инновация – перепрошивка аппарата для определения величины продукции. Теперь не надо несколько раз измерять один и тот же кусок для получения полной информации. Достаточно провести лишь раз. Таким образом, не прибегая к серьезным изменениям, Заринское предприятие ускорило процессы и увеличило выработку на 10%. Однако, сколько ни пытаясь оптимизировать производство, никто не отменял такие факторы, как брак. Его, к сожалению, в этой сфере много. В первую очередь из-за агрария, в которой невнимательно относятся к быкам и коровам. В коровке гуляют на выгуле, сразу где-то по кустам лазят, бока царапают, то есть уже идут повреждения на коже. Это первый вопрос. И второй вопрос – нету культуры именно снятия шкуры. То есть очень много порезов, то есть идет брак. Профессиональные сортировщики на заводе присваивают класс качества беглым осмотром. Достаточно лишь пары секунд, чтобы решить судьбу кожи. Которые с определенным количеством пороков, но, так сказать, не сильно убитые пороками, они идут на чепраки. То есть это уже вторая обработка. А которые уже, допустим, полностью изрезанные, они идут на белковый продукт. То есть кожа высушивается и потом дробится на мелкие части. И это сырье отправляется на переработку в другие компании, после чего применяется в создании, к примеру, корма для животных или спортивных добавок. В общей сложности в год производится до 3000 тонн такой продукции. Планы у завода грандиозные. Для начала повсеместное внедрение инструментов бережливого производства. А уже к 2027 году предприятие планирует выйти на полную мощность. Сейчас это невозможно из-за дефицита кадров. Проблема еще и в том, что работе с кожей в Алтайском крае толком не учат. Поэтому специалистам приходится повышать квалификацию в европейской части страны. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Где карпы зимуют? Вопрос, который уже второй год волнует броннаульцев. Куда переселят на зиму обитателей пруда, парка Изумрудный, рассказали горожанам. Прошедшую зиму рыбы пережили благодаря специальному аэратору. В этом сезоне при наступлении холодов карпов отправят на зимовку в специальный водоем, а весной 2025 года вернут обратно. За это время пруд очистят. Уже сейчас воду выкачивают. До конца октября его планируют осушить и привести в порядок, а после начать заливать чистую воду из скважины. На этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова